Всем привет! Сегодня я решил принять участие в офигенном челлендже, в ходе которого я попытаюсь крафтить нож даггер из стенд оф 2 за одну минуту, за один час и за один день. Безумные эмоции и интересный результат должны вам понравиться. Обязательно поставь лайк и напиши, какой нож сделать для следующей части челленджа. Сперва, конечно, стоит подготовиться. Для крафта ножа за минуту я буду использовать картон, копировальную бумагу, ножницы, карандаш и маркеры для скина. Заранее кладу копирку на картон и открываю на компе чертеж ножа. Поехали сейчас. Раз, два, три. Погнали, погнали. Крестим, пройду, так, так. Стараемся, стараемся. Уже 10 секунд прошло. На картоночку переносим. 15 секунд. Ускоряемся, ускоряемся. 20 секунд. Сгол, 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 вырезаем. Ой, мать, ножницы застряли. Быстрее, быстрее. Сколько? Ну, уже 30 секунд, брат. Знаешь, как... Режу, 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 режу. Как флэш из Марвел, понял? Понял, понял, режу. Брат, 40. Я быстрее. 40 уже. Я не успеваю! Почему это как дольше? 45. Ну, 50 уже. 53. Сейчас 5. Попытка номер 2. Раз, два, три. Как я идеально бил. Быстро, 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 быстро. Старается, старается как. Надеюсь, я катаронную бумагу положил правильно. 15 секунд уже прошел, брат. Есть, есть. Вырезаем. Я взял ножницы побольше. Интересно, справится он или нет. Ну, прям видно, как флэш из Марвел. Серьезно, 25 секунда. Маленькая, небольшая, чуть не тряло. Показывается и скорость, да, Игорь? Да. Сколько? 35. Давай, открываем. Скину еще вперед. Сго, сго, сго. 40. Вызмать. Скину. Быстрее. Сколько? 50. 55. Работаем, работаем. Все. Время, минуты. Ну, слушайте, вот с первого взгляда это намного лучше получилось, чем предыдущий. Ну, согласен, да. Вот такой нож получается за одну минуту. На Кровавый Паутин и похоже лучше. На этот раз нож получился весьма... Что тут говорить? Это одна минута, от нее многого ожидать не стоит. Чего не скажешь о втором этапе челленджа. Целого часа должно хватить на нормальную покраску. Я подготовил красный и желтый акрил для скина Молтон. Время также позволит нам использовать материал получше картона. Фанеру. Ее мы будем пилить ручным лобзиком, обрабатывать наждачкой и сверлить батиной дрелью. Итак, на этот раз мы будем делать нож за один час. Обратный отсчет. Я готов. Раз, два, три. Погнали. Let's go. Часа нам должно быть достаточно, поэтому я ввожу максимально аккуратно, чтобы получился нож. Максимально похож на тот, что выгодил я. Вот за минуту прям было быстро, знаешь, как собирал какой-то обед в Бургер Пинге там кому-то. Так, теперь мы берем фанеру, на нее кладем уже небезызвестную, как правильно было, бумагу, и на нее кладем чертеж. И потом, кстати, вот этот пример получился. Кладем с краешкой фанеры, чтобы, естественно, на нее сэкономить. Хоть час это немного, но все равно будем стараться сделать его максимально качественным. На часах у нас 5 минут 15 секунд. Так, и я закончил переносить чертеж на фанеру. Вот что у нас получилось. Сейчас мы телепортируемся в соседнюю комнату, чтобы произвести выпиливание. Первым делом необходимо, естественно, выставить отверстие, чтобы у нас ничего не сломалось. Поэтому подбираем входящий ассирот. Шановато будет. В самый раз. Снаряжаем его в дрель. Берем брусочек, подкладываем его под наш ножик и высверливаем. 8 минут. Еще время есть, нормально. Нормально, можно сбегать в Бургер Кинг. Но делать мы этого не будем, потому что под конец у нас уже может не остаться времени. Таска закончилась. Вот. Да блин. У нас получились вот такие отверстия. И теперь берем в руку ручной лобзик и просто паримху пиливать. На часах уже 15 минут 17 секунд, а Игорь уже выпилил почистый нож. Есть. Бабам. Нож освобожден из фанеры. Осталось выпилить вот эти незаконченные части. Чтобы выпилить эти внутренние места, нам необходимо будет продеть лезвие лобзика через эти отверстия, которые мы заранее высверлили при помощи дрель. Для этого нам понадобится пласкогрупция. Это как дефьюз кит, да? Расслабляем лобзик. Просовываем лезвие через отверстие. 19 минут 13 секунд, бро. И фиксируем. Теперь можно приступать к выпиливанию. Все, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Все, останавливайся. Таймер остановил, да? Нет. Собственно, вот что получилось после вырезания. Не убегаем. Сейчас мы берем наш датчик и выравниваем вот эти все заусянки. Также нам пригодится надфиль, маленький напильник, чтобы выровнять всю внутреннюю поверхность выстверленных и выпиленных внутренних частей. Ребята, я чуть не забыл, что на рукоятке нашего ножа есть специальные насечечки. Давайте их обязательно сделаем при помощи треугольного напильника. Капец. За час, конечно, делать очень тяжело. Жарко, так как работаем на скорость. Но смотрите, что получилось. Вот такие офигенские зубчики, мне очень нравятся. Ну и что нам осталось сделать? Это добавить заточечку. Потом берем нашу любимую наждачку и фигачим. Смотрите, уже на часах 42 минуты 52 секунды. Итак, что у нас тут? У нас есть готовая поделочка. Я сделал такую заточку, чисто символическую, чтобы, в принципе, она была. На такой тонкой фанере этого делать очень тяжело. И сейчас, ребята, мы приступаем к покраске. Красить мы будем сперва рукоятку и основную часть лезвия черным маркером, чтобы все это дело ускорить. Ну слушай, ты успеваешь, по крайней мере, да? Вот смотри сколько. Да, основная масса времени сейчас уйдет на то, чтобы акриловые краски высохли. Я считаю, что за час времени этот нож довольно выглядит красиво, что ли, детализировано. Да, самое главное, что детализировано. Я стараюсь все элементы ножа в игре повторить в реальной жизни. Вот, вот, вот. И все это за час. Представляете? Что, ребята, за такие старания обязательно ставим лайкосик. Я, надеюсь, я за 15 минут успею еще добавить эффект потертости. На часах у нас 50 минут. 80-10 минут, Радион, быстрее. А, смотрите, ребята, я покрасил полностью в черный. Сейчас мы берем акриловые краски и начинаем закрашивать лезвие нашего ножа. Начнем с красного цвета. Оно у нас находится наверху. Главное это делать осторожно и максимально быстро. А это нелегко. Вначале полностью закрашу красным, а потом кончик желтый. 7 минут осталось. 7 минут, 7 минут. Быстрее, быстрее. Так, красным я закрасил. Смотрите, с двух сторон. Теперь берем желтенький и делаем красивый кончик с плавным переходом. Смотрите, уже градиент получается. О, переходик такой, да? Это то, что я хотел. Сюда его еще добавим. Блин, реально, а я сейчас думаю, что время... Я тоже думаю, времени будет много. Я его мало. 4 минута встала. Успеешь, думаешь? Я думаю, да. Фиксим вот это. Надо успеть. Самое главное, сейчас мой любимый эффект. Я беру серебряный маркер. Выдавливаю некоторое количество на бумагу. Есть, краска выделилась. Берем кисточку, макаем, высушиваем. Делаем легендарные царапины. Ребята, посмотрите, что сейчас получится. Прямо. Смотрите, оно металлическим становится. Ого. Ты сразу не поймешь, что это дерево. Это металл. Царапанный металл. Такие маленькие, маленькие царапинки. Это лайфхак называется «Спая кисть». Остается 3 минуты, вы не успеете. О, май гад. Я заляпался, он не до конца высох. Самолон-то быстро сделать. Остается 3 минуты. Меньше 3 минуты, а уже 2 минуты осталось. На оставшееся время я решил сделать эффект заточки. Моя любимая пешечка, с которой не обходится практически ни один ножик. Смотрите. Ого. Сразу появляется заточенный чай. Как будто прям очень плотный. Давайте мы с одной стороны, все равно аккуратненько. И с другой. 20. Таска закончилась. Да блин. Давай. 2 секунды. 2 секунды. Последний вагон как будто мы забегаем. Сколько? 3 секунды. 2. 1. Все. Сделал? Готово. Вот что у нас получилось. Реально, ножик получился довольно качественный. Лично по моему мнению. За час сделать годный нож вполне реально. И вот, собственно, результат. Вы видите его на своих экранах. Час, как и минута, позволили мне сделать ножи в единственном экземпляре. В то время как в игре их два. Да и называются они Dual Duggers, что значит двойные тычки. Это недоразумение я постараюсь исправить во время крафта ножей за один день. А чтобы не затягивать с этим видосом, а то он уже больше 10 минут длится. Кликай по подсказке и смотри полноценный видос на моем канале Как сделать Dual Duggers и Stand Up 2 за один день. Уже с полноценным скинчиком, с максимально качественной обработкой. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте оставить свой комментарий и поставить лайк. С вами Чизбургер. Всем пока.